я только подумал наверное мои видосы должны начинаться типа всем привет это сегодня я буду рассказывать вам о сан-диего которыми сам первый раз и ничего о нем не знаю ребята накручивайте рпм не хватает мощности нам надо делать 16 узлов эй ты коричневый передай даунтаун сан-диего причалы кит старые корыто типа вот адмирал хорнсблауэр но вот там стоит очень крутая яхта с черным хеликоптером но идея зачем мы сегодня сюда приехали мы сегодня пойдем отсюда маленький пиндоский военный кораблик сан-диего это огромный морской военный порт одна большая военная база выходит сейчас из бухты вояка может быть успею добежать прорал с того что никогда в очереди не стоял первый когда мы сюда пришли есть все люди кучковались но мы решили занять очередь в кассы вот что для того получилось я первый второй день подряд спрашивают guys where from мы такие типа мы с россии они такие о вы едете на футбол нет мы едем домой возвращаемся вот мы пришли вот в этот музей он называется us midway это первый тяжелый авианосец америки в девяносто или восемьдесят девятом он выведен из строя и из него сделали музей скажу по запаху здесь тоже самое что я вернулся себе на пароход будем говорить вау 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 ну соответственно здесь просто представили самолеты которыми он был вооружен вообще его построили в сорок пятом немножко они не успели ко второй мировой но собственно идея была после движухи в пёрл харборе они резко сообразили что им нужен офигенный авианосец заложили в сорок третьем киль в сорок пятом они его закончили но использовали его уже только во вьетнамской войне они там сам бомбардировали кайф даже потрогать можно ну вот еще немного самолетов которые летали над вьетнамом ну думаю интереснее будет все-таки на взлетной палубе но дедушка хочет пойти в машинное отделение что неудивительно я хочу пойти на мост дедушка хочет пойти в машинное отделение думаю мы сейчас разделимся мы сутки уже не были на пароходе соскучились welcome to the galley как настоящее даже немножко напугался видимо так кушали this officer's galley or the crew for everybody no there's five more of these like these five more yeah but your tour goes that way yep and then you're gonna see where the officers are ok а что мы сейчас видим вам это более знакомо ну а это файл это какая-то противопожарная система наверное valve operation больше по вашей части пустите меня на мост вот дедушка сказал что это столовка для обычных смертных я не удивляюсь что здесь стоит coca-cola потому что мы в штатах ой какой-то крутятский лифт да вон товарищи поднимают бомбу видимо для этих бомбардиров вот такая форма здесь использовалась нет времени прямо все изучать сразу будем по вагонам убрать кто из них крут chief senior officer chief chief мастер а это типа госпиталь да спецификация если не брать в расчет что это авианосец и здесь самолеты и а вы прямо по запаху идите в машинное отделение чем ниже тем ближе а тут что-то уже это пахнет офицерской столовой да и дядька он стоит офицер сейчас самое главное еще пробежать все посмотреть пока нет народу я говорил что спецификация столовые трапы система все тоже самое если не брать в расчет что здесь еще и есть самолеты и палуба а sorry captain can i coming интересная конструкция еще для и видимо очень удобно так садишься на раз поворачивается и ты за столиком ну тут я думаю так все-таки младшие офицеры кушают как-то здесь не пахнет офицерской столовой а вот здесь уже диванчики скорее всего будет что-то офицерское а нет это хобби рум медальки всякие на судах если американских там будет бильярдик какой-нибудь стоять и игры ну что говорить если количество экипажа здесь не 24 человека как у нас а исчисляется уже тысячи кто обслуживает непосредственно военный корабль на заметку землянам мы сейчас на корабле а не на судне что судно есть торговая корабль военный если вы заметили хожу в три погибели с моим ростом здесь не выпрямиться наверное брали коротышей вы же нам расскажете пойдем вниз вы нам сделаете экскурсию по engine room движки и сейчас очередной трап и очередной спуск ниже 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 логично предположить что машиноотделение находится сам внизу потому что двигатель и винт находится в самом келе а это как телеграф ничего нового он нам сейчас не расскажет это как это как engine side получается нет это не штурвалы они просто похожи на штурвалы мы просто сейчас находимся в engine room где движок и все остальное это тоже не движок это просто обычная турбина до движка наверное мы дойдем он где-то ниже это это турбина это как коробка передач на машине это вперед это назад так как судно 45 года все намного проще чем есть сейчас подается команда с мостика как бы намекаем давайте даем и здесь вручную накручивают обороты ну еще всякие вспомогательные там открывают воздух чтобы запустился двигатель и винт начался крутиться как то так так это как это работает как engine side это 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 тропор это 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 как репетер да это это вы видите репетер 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 это обороты в минуту революшен перминит хотел держим 200 рпм у нас падает давление в бойлерах не хватает воздуха запускайте 11 бойлер это вряд ли они здесь так общались я придурковатый немного вот дедушка сказал что это цепь центральный пост управления надо не забыть переводить это мы тут все такие умные со своими сокращениями вот мы побывали сейчас в гостях у дедушки он нам рассказал что здесь 12 бойлеров 4 машинных отделения 4 главных двигателя это в сравнении что у нас на нашем автомобилевозе один двигатель один бойлер ну мы рядом не стояли 200 тысяч лошадиных сил здесь самое интересное вот спустились это типа дантист да написано medical а говорю о чем спустились и запах или они тут припшикивают что пахнет реальной медициной пахнет больницей или этот запах реально остался такого сейчас нет на судах нет таких госпиталей вы посмотрите здесь насколько людей сейчас нет такого допустим даже на моем судне поправляйся на нашем судне есть только буквально таблетки там такое и то этим я заведую в советском флоте вот как видите здесь есть прямо целая реальная больница нет это реальная больница есть холодильники с таблитосами да надо больше времени чтобы все здесь посмотреть а вот зубной вот зубной да реальная больница тут реально прямо город я сейчас хожу уже запутался здесь огромная территория посмотрите здесь кабинеты здесь здесь зубы делают у нас на судне если заболел зуб закинулся наркотой грубо говоря обезболивающим и все не терпи боец пока берега не будет мы все никак не уйдем из зубного что есть реально можно было вылечить зубки на халяву ну так спасательные плотики рацион спасательных плотиков ну ладно все это не так интересно как будет интересно выше на флайдек вот мы находимся на взлетной палубе сейчас мы будем китайцам мешать фотографироваться самолеты меньше так интересуют как сам корабль ну для сравнения в Минвейме 295 метров адмирал Кузнецов русский авианосец он меньше 270 метров Кузнецово построили в 90-х в конце 80-х Минвейме построен в 45-м и на этой палубе умещается 150 самолетов по-моему на Кузнецово всего 50 идет даже какой-то мейтанс вот стоят самолеты и они не гниют в музей вкладывают деньги это не как в Новороссийске поставили гнилушие просто покрывают каждый год новым слоем краски это судно 45-го года оно выглядит идеально там даже радары крутятся на минуточку взлетная полоса она очень короткая здесь стартует там он взлетает здесь отсылы до метров сто наверное и здесь ровная взлетная полоса не как на адмирале Кузнецово идет такая рампа вверх апарея я даже не знаю как она называется и опять же здесь идет какая-то движуха по этому музею но они тут что-то грузят выгружают какие-то там растения коробчонки вон всякие то есть нет такого понимания музея как приковали судно и все никто ничего не трогает все стоит гниет вот ребята здесь посуду сортируют классно опять же как говорил лоцман американский что вся американская армия это просто вброс денег вброс огромных денег но имеет такой музей очень классно когда все могут посмотреть кто с кем и чем воевал блин что я здесь хожу мимо мусорок вот кстати работники что-то что-то получают что-то сгружают все поднимаемся вот почему-то я брич называю брич по-нормальному называется он control tower and chart house соответственно откуда ведется навигация ведется контроль за боевыми действиями здесь так беспокоиться о людях что типа вы высокий вы берите ранец впереди себя повесьте его берегите голову нашел кому рассказывать напугал моряков крутыми трапами не тех напугал ну в принципе для тех кто смотрит будет интересно посмотреть естественно моряки передвигались не с такой черепашьей скоростью они здесь как горные козлики по этим трапам это саморинг hi there how are you fine we go to the bridge yeah we will we're starting down here warren we're gonna see three spaces today my name is john retired I'm gonna be your dos it owned and operated by the fellow used to sit in this chair in the boss and the tech of the and every time we'll put the landing gear down the wheels in the same party показываю палубу с контрольного поста блин попали на какой-то пост тут рассказывают какую-то экскурсию у нас нет времени ее слушать и рассказывает дедушка мне кажется он не просто он не просто ну что перемещаемся с какого-то там контрольного пункта про который нам рассказывал дед я думал он там пока рассказывает помрет в процессе короче встряли мы на его слушание он точно так рассказывает медленно на автомате в самом деле у нас вчера был лоцман когда мы швартовались и лоцман был раза в два старше его так что американец американцу рози он был такой живенький дедок мы сейчас на моем рабочем месте разница в том что сейчас нету бумажных карт буквально как год-два блин это карта Сан-Диога на таких картах делались прокладки пути я прям так рассказываю как будто бы это было давно-давно но на самом деле и в нашей компании еще осталось одно судно которое делает прокладку на картах как определяли местоположение судно по звездам использовали для этого секстант по звездам либо по солнцу можно было определить причем примерно это не есть GPS но если смотреть на бумажную карту то прокладка сейчас ничем не отличается разве что мы имеем бумаж мы имели бумажную карту сейчас мы все это делаем на электронных картах но все остается то же самое вот сам путь глубины все есть true bearing то есть это направление на какой-то ориентир на вышку и до самого причала так я потерялся стойте а вы недалеко ушли вот так стреляли судно 45-го года здесь стоит оригинальный пеленгатор и он работает и он реально работает 45-го года здесь работает все и наверное крутится и мое лицо наверное сейчас было очень крупно это это телеграф ну это вообще до более знакомые кресла в которых мы любим ночью посидеть chief officer я так думаю вот к нам дедушка в гости зашел на мост очень много кнопок но разница в том что здесь все это кнопочки электрические и механические и у нас все эти кнопки сейчас в самом радаре на экране на самом деле с внутри с мостика опять же выглядит не такой уж и большой но это внушительные 300 метров простите это технику используется магнитный компас стандай 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 недвое мы были у настройки мы были на мостике мы были на где-то посадочных полос но мы в своем духе у нас как всегда нету времени много достаточно его всегда недостаточно чтобы все посмотреть но основные моменты мы посмотрели посадочные полосы может быть прогуляемся по набережной полетим домой и хватит шарахаться по пиндовским странам извините извините отгребаем такой интересной статуи называется безоговорочная капитуляция все видели эту фотографию из штата на параде в нью-йорке моряк целовал всех подряд и в годовщину второй мировой войны поставили этот памятник на основе фотографии понимаете нормальной фотографии не получилось чтобы было без людей надо приходить часть как 7 утра дикий наплыв китайцев позади меня их очень много и от них очень много шума сидели пусть я языка по lentике до китая по по по